Поддержка программы «Особое мнение» Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве. Надежные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод. Верный и ответственный партнер на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. Особое мнение. На 101-ФМ. 13.06 в Кирове. Начинается программа «Особое мнение». Я, Анна Лапшина, приветствую наших слушателей и говорю здравствуйте. Гость у нашей студии – Роману Титову, вице-спикеру законодательного собрания, сопредседателю Кировского регионального штаба ОНФ. Роман, добрый день. Добрый день. День сегодня замечательный, светлый. Слава Богу, весна завтра. А я в свитере, потому что нахожусь в отпуске. Но отпуск такой, что с утра на работу приходится выходить. Рад быть в студии снова. Да, мы тоже рады вас видеть. Я напоминаю нашим слушателям, что вопросы гостю можно задавать на нашем сайте. айхакирова.ру через форум анонсов. Мы будем за ними следить. Но пока к вопросам нашим. Накануне вечером появилась информация о том, что объявлены тендеры на ремонт дорог в Кирове. Их два. Крупный лот почти на 800 миллионов рублей. И лот чуть поменьше на 400 миллионов. Сегодня утром прошел брифинг пресс-конференции главы администрации Ильи Шульгина, где он рассказал о том, что город, видимо, ориентируется на крупные компании, потому что мы понимаем, да, не всякая компания может выложить залоговую, по-моему, так это называется, да, сумму, по-моему, в 100 миллионов и почти 200 миллионов рублей. То есть 20 плюс 5 процентов – это обеспечение исполнения контракта, обеспечение исполнения заявки. Ну и что сказал Илья Шульгин? Вам нужна конкуренция или хорошие дороги на вопросы журналистов? И сказал, что по его мнению, хорошо бы, чтобы выиграли конкурс кировские компании, крупные кировские компании, из которых можно было бы спросить. Информацию о том, что будет два лота, на прошлой неделе в нашем эфире озвучил общественник Виталий Брам. При этом общественники опасаются, да, вот этой ситуации, говорят, что отсутствие конкуренции – это плохо. Как вы, Роман, считаете? Вопрос очень сложный и очень многогранный. Если уж совсем немножко отмотать на два года назад, то как раз одной из идей, которую мы в свое время обсуждали, когда я был членом рабочей группы по контролю качества ремонта дорог, это была идея разукрупнения лотов. Цель была, во-первых, обеспечение конкуренции, во-вторых, облегчение доступа малых предприятий к дорожным ремонтам. Ну и, собственно говоря, в прошлом году мы посмотрели, как эта система разбивки по лотам, а разбивка была намного более мелкой, 15 лотов было, если я верно помню, по городу Кирову, как эта система работает. Но в позапрошлом году тоже было немало лотов. Вот мое мнение, что ни крупные лоты, ни мелкие лоты стопроцентного результата не дает. Компании, которые выигрывали в 2016-2017 годах мелкие лоты, часть этих компаний, название называть не буду, но в том числе и кировские компании, не выполняет свои гарантийные обязательства, но в частности, могу сказать, по работам, проведенным в Кире и в Слободском в 2016 году, уклоняются от явки, собственно говоря, на заседание рабочей группы, конкуренция, все отлично, снижение цены произошло, а гарантийные обязательства не исполняются. В то же время стопроцентная уверенность, что крупные компании справятся с этими большими лотами, нет. Там большой объем и много разных участков в разных районах города совершенно непонятно, каким образом они будут успевать и там, и там, и там. Логика в чем есть. Вот я контракты эти внимательно изучал и изучаю, и вот сегодня с утра еще просматривал, и мы с Виталием Брамовым тоже успели, пусть дистанционно в Телеграме, пообщаться. Логика в разбивке лотов есть, то есть один лот – это центральная часть города, другой – это периферийная. Контрактам приложены разбивки по срокам сдачи работ, ну, то есть, примерно, там, улица Карла Маркса до 31 мая 2018 года, дальше следующие этапы. Причем оплата идет не поэтапно, что важно, оплата идет, и это мне понравилось, по окончанию всех работ. Очень жесткие штрафные санкции предусмотрены за разные виды срывов, переносов, невыполнения требований подрядчика, заказчика точнее. То есть это неплохо, то, что предусмотрено контрактом. Но мне кажется, ключевая ошибка, наверное, в чем? В том, что, ну да, и логика есть в том, что крупная компания с серьезным обеспечением, а по каждому из контрактов, напомню, 25% совокупно, то есть, ну, это плюс-минус 100 и почти 200 миллионов рублей должны компанию внести авансом, который вернется только через 30 дней после приемки всех работ. То есть зайдут только серьезные компании, компании, которые вряд ли как те, о которых я говорил в начале, растворятся в небытии и перестанут гарантийные обязательства выполнять. Что еще понравилось? Не менее 15% работ по контракту должны быть, согласно приложениям, вот передо мной закупки, переданы на субподряд субъектам малого и среднего предпринимательства и социально ориентиром НКО. Впервые, наверное, такая норма получилась. То есть вроде бы и субподряды, и доступ малых заказчиков предусмотрен, а если 15% от суммы всех контрактов, это, ну, под 200 миллионов рублей получается практически, ну, там, 180 где-то. Это хорошо. Что плохо? Плохо то, что, наверное, людям надо было объяснять вот эту вот логику деления на крупные серьезные лоты чуть ранее. Потому что как получается? Там есть инсайт у общественников, ноль реакции на этот инсайт. Значит, потом публикуются контракты, общественники говорят, ага, мы были правы. И начинаются разного рода там домыслы. Я спекуляться не буду, говорить не про этих общественников. То есть вопросы остаются, на которые ответить надо было, наверное, до того как, а не после того как. Вот в этом логику я вижу, которая, к сожалению, городскими властями, которые в последнее время вроде бы открыты, она была нарушена. То есть объясняем, да, мы планируем выставить на конкурс два крупных лота, потому что... Да, условия такие-то, гарантии такие-то. Вот такие-то штрафные санкции мы предусмотрим. Там реально лютые штрафные санкции. Там по некоторым видам 100 тысяч рублей за разовое нарушение идет. То есть можно серьезно потерять там за какие-то попытки отклонений, за срывы сроков сдачи этих улиц. Всем при этом ситуация складывается достаточно критическая. В каком плане? Вот сейчас идти на Таран и уничтожать всю вот эту историю через разбирательство в федеральных органах, это фактически срывать программу безопасной и качественной дороги в городе Киры, потому что торги должны для того, чтобы начаться работы начались в мае, они должны пройти в марте месяц. Месяц там на подписание документов, прочее. Реально опасная ситуация, которую можно было избежать, если бы заранее немножко сели за стол переговоры. Причем все прекрасно общаются по другим темам, но почему-то по этой теме взаимопонимания не произошло, и теперь его придется налаживать. Но, вероятно, были опасения просто, что общественники начнут, что называется, поднимать волну, да, и вот эти все разговоры, переговоры, обсуждения, они тоже затянут. Да лучше бы это было сделать вот до объявления контрактов. Ну вот это мое мнение. Думаешь, это все равно сейчас произойдет, да? А? Думаешь, все равно сейчас произойдет? Я думаю, что все равно и неминуемо надо будет собираться властям городским, контролирующим органам и общественности за круглым столом и решать, что тут не так в этой ситуации, и убеждать друг друга. Роман, поясните еще, пожалуйста, вот какой момент. В случае нарушения каких-то, да, и каких-то претензий, все-таки ответственность там или некачественного исполнения, ответственность по гарантии несут субподрядчики или крупная компания, которая их нанимает? В силу того, что субъектами контракта являются заказчик в лице ДТХ и подрядчик в лице того, кто выиграет этот лоб, то именно подрядчик несет ответственность. Не важно, куда его подрядчик исчез. Это их отношения. Деньги получает он, контракт заключается государственный с ним, муниципальный точнее. И ответственность несет вот этот подрядчик, который явно крупный, который явно никуда не исчезнет. То есть есть все-таки логика в словах Ильи Шульгина, когда он говорит, я хочу, чтобы это были крупные кировские компании, которые никуда не денутся, не убегут. Логика в этом есть. И почему это кировские компании? Потому что, ну, такой объем работ дистанционно и привлеченной техникой точно не сделать. Вот с такими лотами ситуация РПТ печальная, известная. Агентство развития перспективных технологий, по-моему, так называлась компания. Тем более, как научные все, она вряд ли повторится. Эта компания, она ведь придет к нам в этом году. Она обязана доделать дорогу киров-русской, насколько я понимаю. Ничего не могу сказать на этот счет. Нет информации. Ради интереса, честно говоря, не обращал внимания последний месяц на эту ситуацию. Посмотрю по реестру, южно-лиц, посмотрю по отчетности, действует ли компания. Никуда она не исчезла. И заодно у нее же были достаточно крупные подряды в Москве. Они делали два участка МКАД, насколько я помню. Надеюсь, у них все хорошо, и они придут к нам. Но точно сказать не могу. Не могу давать обещания за то, что не контролируют. Мы тоже на это рассчитываем. Роман Титов, вице-спикер законодательного собрания, сопредседатель Кировского регионального штаба УНФ в нашей студии. Мы прервемся на минуту и продолжим. Особое мнение на 101FM Возвращаемся в студию. Напоминаю, Роман Титов, вице-спикер областного законодательного собрания, сопредседатель регионального штаба УНФ в нашей студии. Мы продолжаем. Немножко еще о теме дорог, о теме ремонта. Да, Роман? Да, я еще хотел вот что добавить, что на самом деле, как я уже говорил в начале, мое мнение, что ни раздробление на мелкие лоты, ни укропнение лотов, оно не дает того решающего окончательного эффекта на качество дорожного строительства. И поэтому хотелось бы, чтобы в этом году реально произошло большее расширение общественного контроля со этими работами. То есть уважаю и сам работал в этой группе общественников, которые днем и ночью мотаются и контролируют, но хотелось, чтобы дорожных инспекторов стало реально больше, чтобы каждый гражданин с телефоном мог контролировать качество этих работ. Слава богу, у нас есть проект федеральный, проект УНФ, убитые дороги России, который опорный для проекта БКД, безопасно-качественной дороги. И каждый может с телефоном фотографировать любые нарушения. Не каждый разбирается просто, понимаешь, в том, какая толщина асфальта должна быть и прочее, прочее. Но это можно оставить на усмотрение контролирующих органов. Пусть разбираются. Главное сообщить о возможных нарушениях. А кому интересна толщина асфальта в контрактах, все требования очень-очень четко в этом году прописаны. Ну, тут еще есть проблема в том, что не каждого гражданина, наверное, допустят газомером с рулеткой. Я думаю, что граждане все не такие, что считаться с ними приходится. Работают люди, демонтируют дороги, приходит человек и говорит, а я тут сейчас померяю. Ну, приходят же. Ну, приходят, но это общественники. Хорошо, посмотрим, что будет с нашими дорогами. Посмотрим все-таки, кто выиграет конкурсы, какие будут компании. Переходим к еще одному виду общественной активности, еще одной теме. Рабочая группа по контролю за строительством, я так понимаю, полигона в Осенцах, полигона ТБО. Рабочая группа создана была недели две или три назад, насколько я помню. 9 января было издано распоряжение главы Слободского района по созданию группы. Мы провели уже ряд заседаний, в том числе организационные, собирались и в этот понедельник, и завтра снова собираемся. Поэтому работа кипит. Чем? Чем занимается группа? Что сделано на настоящий момент? То есть был, во-первых, предоставлен всем членам рабочей группы доступ к проектной документации. Мы выезжали в офис САХ, смогли задать вопросы, собственно говоря, по проекту полигона. То есть то, что вызывало определенные моменты и по гидрогеологии, по защитным мероприятиям, по каким-то тонкостям. Долгий разговор был. Были проведены мероприятия полноценного уже общественного контроля с выездами на полигон. В частности, были выявлены в ходе одного из контрольных мероприятий нарушения в складировании, в требованиях к складированию материалов изолирующих. То есть это геомембраны и геоматы, которые должны обеспечивать безопасность почвы и воды. Их на морозе хранят? И они приходят в негодность? Нет, хранить их можно на морозе, но их надо хранить, согласно инструкции производителя, штабелями. Там один из видов не выше трех ярусов, второй из видов защитных покрытий не выше пяти ярусов, там, чтобы не было деформации. И чтобы они не теряли свои защитные свойства. На ровном покрытии, значит, ну, очень жестко все предусмотрено. Были закреплены нарушения, был составлен акт общественного осмотра. Кстати, в этом рабочем выезде принимал участие, по меньшей мере, один человек из руководства группы среда обитания. Так. Это те общественники, которые выступают категорически против строительства полигона. Он расписался в акте. Соответственно, нарушения по этому акту были выявлены, оперативно устранены, все переложили надлежащим образом. А параллельно у нашей рабочей группы заладились хорошие отношения с компанией НАУ, немецкая. Прямые отношения, неопосредованные, которые производят эти материалы. Были запрошены требования к укладке материалов, были запрошены требования к хранению этих материалов. И есть договоренность с руководством российского представительства, компании по дистанционному контролю общественному за ходом укладки покрытия. Это договаривался Виктор Вершинин, соприседатель рабочей группы. Это здорово, потому что немцы отреагировали с удивлением, но очень хорошо, что вот у нас тут такие процессы. Они сами заинтересованы в сохранении РИНАМЭ, и чтобы не было вопросов по укладке. Да, что еще важно. Мы провели, в силу того, что у нас в составе группы есть профессиональный ученый-гидрогеолог, мы провели выезд на полигон, взяли пробы воды из водоемов, которые расположены. Помните, недавно была история с купанием активистов среды обитания, где говорили нам, что они не замерзают, эти водоемы, даже зимой, а это значит, что к ним снизу идут родники, а это значит, что тут кругом водоносные слои, и поэтому он все загрязнится. Пробы воды были отданы в две независимые лаборатории. Пробы были там, в том числе, скажем так, закодированы для того, чтобы там были и пробы нейтральные некие, и пробы, собственно, этой воды, для того, чтобы никто не мог повлиять на результаты этих исследований. И мы сравнивали их с результатами анализов, которые используют при проектировании полигона, то есть с тем водоносным глубоким слоем, который на глубине под глиной проходит. Это разная вода? Водоносный горизонт. Да, выяснилось, что это разная вода. То есть мы подтвердили, собственно говоря, правоту ученых, которые проводили госэкспертизу, вода наверху вот в этих озерах, это вода поверхностная, из-за того, что там плотный слой глины, она не уходит сверху, но и она никак не соединяется, это видно по минерализации, по другим показателям, она никак не соединяется с той водой, которая внизу водоносная. То есть это не ключи бьют и подпитывают эти пруды, а это именно талая вода. И тот факт, что она никуда не уходит, подтверждает, что там глины, ну, действительно неплохой защитный слой. Давайте объясним слушателям, почему это важно, потому что есть опасения общественников, что какие-то негативные влияния полигонов... Три слоя защитного покрытия проникнут в грунтовые воды, в воротники и засорит водоносный горизонт, который питает окружающие населенные пункты и поселок Вахруш. То есть на сегодняшний момент независимо нами установлено, что это совершенно разная вода, эти водоносные слои, они никак не связаны. Поверхностный и тот самый нижний. Мы выезжаем... А, да, по воде. Мы будем привлекать ученых для того, чтобы сделать несколько контрольных скважин и взять и воды из уже существующих скважин в ближайших населенных пунктах. Это деревня Богомазы. Буквально в понедельник мы одну из жительниц деревни Ларису Таурову ввели в состав рабочей группы, поэтому это та самая деревня, которая ближе всего к полигону, 2,5 километра находится. Мы возьмем пробы из колодца, возьмем пробы из колодца в Осенцах. Зачем это надо? В Вахрушах. Для того, чтобы мониторить постоянно и в течение эксплуатации объекта, это не обязательно, не обязывает никто это делать. Но мы это будем делать... Сберутся пробы воды сейчас и потом будут браться. Четыре раза в год мы планируем брать эти пробы воды. Да, Роман, но вы же понимаете, что если пробы будут не совсем хорошими, никто полигон уже построен и разваливать не будет. Это основания будут подозревать, что есть, собственно, огрехи в эксплуатации полигона. Это позиция надзорных ведомств будет формироваться. Мы будем обращаться в прокуратуру, в Росприводнадзор, в санитарные службы и, собственно говоря, налагать санкции. Надеемся, что этого не произойдет, но систему такого независимого мониторинга мы наладим. Опыт был хороший в свое время по Марадыкову налажен. Собственно говоря, мы этим опытом в том числе и пользуемся. Неважно, заказчиком этих работ точно не может быть инвестор строительства полигона. Ну, понятно, потому что есть подозрение, что он заинтересованное лицо. И будем независимо обнародовать результаты этих работ. Для того, чтобы совсем уж все было открыто, опять же, в минувший понедельник мы приняли решение о введении в состав рабочей группы одного из представителей среды обитания, Ситникова. Плюс у нас в составе появился Константин Пересторонин. Это общественный экологический инспектор, потому что, возможно, нам понадобится составлять протоколы об нарушениях законодательства экологического. И нам нужен человек, который этим правом обладает. Поэтому работа идет. Завтра мы выезжаем на объект для того, чтобы оценить и осмотреть ход земельных работ. Следующий шаг – это уже укладка защитных материалов будет, но он будет возможен только в соответствующих климатических условиях, которые мы сейчас с компанией-производителями материалов защитных и выясняем четко, вот со скольки до скольких градусов это можно делать. Ждем весны. Да. Ждем весны. Ну, пожалуй, тема строительства полигона в Освенцах… Так что работаем. Да. Она такая, самая яркая, наверное, была экологическая тема и прошлого года, и этого года. Я напомню, что прошлый год у нас был годом экологии. И я, опять же, напоминаю, что недавно Министерство экологии, Министерство охраны окружающей среды, по-моему, так оно теперь называется, отчиталось и перед депутатами законодательного собрания, вот накануне, насколько я понимаю, перед журналистами о результатах года экологии в Кировской области. И большой вопрос общественников, в том числе в социальных сетях, вызвала сумма, которая потрачена была в ходе года экологии, более 600 миллионов рублей. Был вопрос, куда? Ну, там, слава богу, все расписано. И обвинить наше министерство, которое вечно испытывает, Министерство экологии, которое испытывает вечно дефицит средств. А напомню, у нас не было средств даже последние 10 лет на установление четких границ с особо охраняемой природной территорией, зеленая зона Кирова, Чапецко-Слободского, в том, что вот они куда-то деньги не туда потратили, но оснований таких нет. Сделано на самом деле много. Вот многое сделать пока не удалось. В частности, мы в этой студии говорили о создании национального парка «Вятка». Это еще только предстоит сделать. Но то, что по жуковлянским волнам, которые сейчас называются какими-то шаровидными конкрециями, насколько помню, за исключением названия, вот в этой ситуации меня все устраивает. И мы помним ситуацию. Это уникальное природное образование, которое люди себе на дачной участке уволакивали. Значит, а пусть у меня эта конкреция шаровидная постоит, вот там я мох вокруг нее посажу, что расхищение, хотя бы можно это будет приостановить. Мероприятие было тоже немало проведено, но и самое важное для меня, что федералы отметили определенные успехи Кировской области в этот год экологии и в плане уборки свалок, и в плане пропагандистских мероприятий. И в конце концов губернатору подарили не метлу на Новый год представители УНФ, а подарили банный веник. Чтобы он мог отдохнуть, насколько я помню. Да, да, да. Вот, ну, на мой взгляд, самое важное, что в год экологии было сделано, там два делах, которым, слава богу, довелось усилие приложить, это действительно ликвидация, массовая ликвидация незаконных свалок, ведь такого процесса в предыдущие годы не было. Вот, в настолько глобальном масштабе. И это создание зелёного пояса, начало создания зелёного пояса. Мы до сих пор, и я думаю, так и останется наш зелёный пояс, который сейчас в процессе создания крупнейший в Российской Федерации для сравнения, у нас это порядка 175 тысяч га проектно, а в ряде субъектов это, например, 60 га, и пошутили уже, что это генеральские дачи, видимо, какие-то, на Дальнем Востоке, вошли в эту особо охраняемой природной территории, даст возможность реально Киров защитить. Работы сейчас ведутся... То есть законодательно всё оформилось окончательно уже? оформилось окончательно на первом этапе. Второй этап это уже, собственно говоря, окончательная кредитировка законодательства и установление границ. Ну, технические правки мы на последнем заседании ЗАГС Собрания вносили, но работа идёт. Есть федеральный подрядчик, который, как уже и говорилось, без привлечения бюджетных денег проводит кадастр, землеустроительные работы и должен будет представить, собственно говоря, координатное описание границ будущей особо охраняемой природной территории. Часть депутатов высказывали, но когда мы это с коллегами обсуждали, соображение, чтобы какое-нибудь участок под хозяйственной нужды там с курятником, с виновником или чем-то ещё не попал в состав территории, конечно, за этим мы тоже проследим. И сейчас для того, чтобы работы довести, на финальном этапе создаётся рабочая группа при правительстве, я уже от Максима Николаевича Кочеткова получил приглашение к участию в работе. То есть для того, чтобы нам итоговое решение принять и затвердить. Видимые какие-то результаты этих работ, вот видимые окружающим людям, жителям, когда появятся? По закону, видимые должны появляться, то есть итоговое законодательное установление границ это 180 дней после принятия закона, то есть это май. После этого должен быть установлен и соблюдаться режим охраны соответствующий. Мы осенью с коллегами, депутатами проводим контрольные мероприятия, контрольное заслушивание по вопросу зелёного щита. Надеемся, что к этому времени всё уже будет сделано. После этого какая возможность появится, то, чего не было раньше. В силу того, что не были установлены чёткие границы земельных участков в составе этой зоны, не установлены в кадастре ограничения на использование этих участков, их использовал кто как ни попадет. На зелёных территориях появлялись частные дома, какие-то объекты непонятные и прочее, прочее. Теперь человек, даже приобретая участок в собственности, обращается в государственный реестр невижимости, а ему там говорят, подождите, у вас вот участок находится в составе особо охраняемой природной территории, и поэтому использовать вы его можете только по таким-то назначениям. Хоба. Это уже такой внешний контур контроля получается. Но сразу скажу, немалая часть участков не войдёт в состав этой территории. Это участки под промышленные нужды, это участки под размещение линейных объектов, это участки под полигоны ТБО. Кстати, недавно был очередной вброс истории, что участок под осенцами якобы в составе природной территории находится. У меня документы самые старые, которые я поднял, это 1955 год, период нахождения там неких специальных военных объектов, вот он уже тогда не был. В 1992 году, в 1994 году не был. Это был участок всегда для государственных нужд. Роман Титов, вице-спикер областного законодательного собрания, сопредседатель Кировского регионального штаба ОНФ. У нас впереди реклама, две минуты и вернёмся. Особое мнение на 101FM. Мы продолжаем. Напоминаю, в нашей студии Роман Титов, вице-спикер областного законодательного собрания, сопредседатель Кировского регионального штаба ОНФ. Времени остаётся всё меньше, а вопросы всё не заканчиваются. Есть три небольшие темы связанные с внешним видом города, который хотелось бы с вами обсудить. Первый – это, конечно, Кировский трамплин. В минувшие выходные появилась информация о том, что трамплин на Филейке, который был построен, по-моему, в 1951 году и являлся одним из первых таких больших в Советском Союзе, трамплин планируется снести. Накануне в нашей студии Илья Шульгин сказал, что решение окончательного по этому поводу не принято. Ну и в управлении спорта, городской администрации говорят об этом. Но, тем не менее, тема уже вброшена, так скажем, в общественное поле, и начались живые обсуждения. Роман, вы считаете, как? Сносить, строить взамен на него что-то подобное, какое-то сооружение? Потому что появились опасения, что трамплин снесут, а на том месте что-нибудь построят жилое. Моё мнение такое. Вот сам по себе трамплин, сферический конь в вакууме, вот он так просто... Расшифруйте. Он сам по себе не нужен. То есть трамплин – это сооружение, у которого есть чёткое функциональное назначение. Воспитывать спортсменов, олимпийцев, возможно, специализированное спортивное сооружение. Поэтому в решении вопроса, нужен нам трамплин или не нужен, надо идти, мне кажется, от другого. Не хочется или не хочется? Дорого или дёшево? Сейчас вот пошли снести 3 миллиона, реставрировать, дорожим, столько-то. Вот, ей-богу, надо от другого идти. Вот у нас есть спортивная школа, которая будет на этом трамплине работать. Есть тренеры, есть надежды для будущих спортсменов, которые будут, материально-техническая база, прочее-прочее. Вот что они будут на этом трамплине тренироваться, их будет финансировать кто-то, и они будут когда-нибудь принимать участие в Олимпиаде под российским флагом. Вот есть такое понимание или нет? Если этого понимания нет, если трамплин нам нужен как некий арт-объект, то это очень дорогой и небезопасный последние годы, надо сказать, арт-объект. Кто был у трамплина, видит, что состояние его, мягко говоря, ветхое. И у меня, я не знаю, есть такая спортивная школа или нет. Потому что я вижу, что на трамплине никто не занимается, а его состояние достаточно жуткое. Но он так консервировал в последнее время. Да, если такая школа есть, и мы готовы финансировать ее из городского бюджета, то тогда трамплин должен быть и жить. Еще раз, сам по себе, вот как декоративный объект и знаковые достопримечательства, наверное, он не очень нужен. Поэтому, меня, конечно, сама ситуация удивила, когда вначале одни городские чиновники, ну, там, спортивные, говорят, что вот там снесем. Другие, не менее уважаемые, говорят, что не снесем. Но вы там внутри себя-то как-то бы определились, наверное, должны быть какие-то стратегические приоритеты в развитии нашего авиатского спорта. То есть вот нужен нам трамплин или не нужен именно как спортивное сооружение. И от этого надо и плясать, там, сносить или не сносить. Я правильно понимаю, что и от этого тоже зависит. Мы будем ремонтировать старый трамплин, и вообще, возможно ли его отремонтировать, и будем строить новое что-то, какие-то подобные же сооружения. Потому что появлялась информация о том, что взамен одного большого появится несколько маленьких. Опять же, для чего? То есть кто будет на этих трамплинах заниматься? Раз. Дети. Школа-то есть вот эта вот трамплина? Где эта школа сегодня занимается в отсутствии трамплинов? То есть вот очень хотелось бы понять, школа, преподаватели, перспективы, финансирование четкое, бюджетное, и тогда решать. Кроме того, вообще о судьбе объекта говорить без проведения технического свидетельствования, наверное, сложно. Разумеется, я бы хотел, чтобы трамплин сохранился, чтобы он не ушел в число достопримечательностей, от которых одни топонимы в головах людей остались, и чтобы на нем тренировались наши будущие олимпийцы. Но еще раз вопрос школы, денег и многого другого. Решать городским властям. Но вот этот вот диалог самих с собой, честно говоря, мне показался очень тревожным, когда сами же одна голова сказала «да», вторая сказала «нет», и вот в итоге общественность вне на умении. В общем, мы ждем конкретики, да. Еще одна тема, тоже связанная по среду у нас со спортом, тоже появилась буквально в последние дни. Дмитрий Русских в нашей студии в понедельник сообщил о том, что по некоторой информации объект «Терраспорт» в парке у Дворца пионеров планируется в некотором смысле перепрофилировать. То есть предполагалось изначально, что это будет спортивный центр с бассейном. Сейчас речь якобы уже идет о неком спортивном центре общего назначения, то есть тренажерный зал. И есть опасения, что этот самый тренажерный зал может превратиться как-то незаметно так в торговый центр. Ну, давайте вспомним, что даже речь шла вначале не о бассейне, а о целом ряде сооружений вдоль улиц, там, нескольких зданий, которые нам обещали, там, аквапарк что ли, что-то вот такое. В итоге все сжалось до одной этой конструкции, теперь непонятно там, что с ней есть. Ну, вот, ей-богу, у меня инсайдерская информация, которая у Дмитрия Русских есть, у меня она отсутствует. Насколько помню, еще недавно компания «Коперник» испытывала большие проблемы в связи с тем, что взялась за реконструкцию знакового архитектурного объекта в городе Москва и что-то там завязло в этом объекте. Вот, вообще, с самого начала все было по-дурацки. То есть, плохо, когда из территории парков отчуждаются, выделяются там некие земельные участки. Потому что после этого мы не можем проконтролировать, что на этих земельных участках расположено, что там будет строиться. Я, честно говоря, вот очень сомневаюсь, что есть... Нет. Нет. Вот что точно может получиться? Изменение назначения участка изменить не удастся благодаря нашей бдительной нынче городской думе. У нас там сразу несколько активных людей есть, которые этого точно сделать не позволят и поднимут шум. Но, с другой стороны, чего бы не хотелось? Не хотелось бы, чтобы объект вот оставался в таком состоянии, в котором вот он есть сегодня. С учетом того, что доверия компании «Коперник» нет и непонятно, какие у них реальные устремления и убеждения. Вообще, честно говоря, хотелось бы, чтобы... Но, тем не менее, они участком распоряжаются, по-моему, до 2019 года. Да. Хотелось бы, чтобы был найден механизм, который позволяет этот участок отчудить вместе с объектом недвижимости и передать на достройку кому-то проверенному, местному, и который мы четко будем понимать, что там будет именно... Ну, то есть вот снести сегодня это, заровнять и делать там пустырь, вряд ли, наверное, получится. Ну, просто вряд ли. Угу. Но сделать, проконтролировать так, чтобы там реально получился, ну, не торговый центр... Но с «Коперником»-то тоже ведь можно договориться об этом? Ой, я не уверен, что с «Коперником» можно договориться. Угу. Как-то переговоры с «Коперником» в предыдущие годы не сильно увенчались успехом. Вот. Поэтому я, скорее, сторонник ситуации не ворошить до поры до времени и позволить, ну, я не верю, что «Коперник» достроит этот распор, сразу скажу, но вообще этот объект, дождаться и участок изъятия, а впоследствии, чтобы адекватный застройщик выстроил там именно то, что было обещано, раз уж это было обещано. Раз уж был обещан бассейн, пусть будет бассейн. Да. Тем более бассейна в той части города, мягко говоря, не хватает. Еще одно архитектурное сооружение успеваем обсудить. Есть у нас три минуты. Жаркие споры, скажем так, разгорелись вокруг внешнего вида, будущего внешнего вида торгового центра «Баска» на перекрестке улицы Воровского и Попова. Ну, почти на перекрестке. Владельцы хотели бы здание ныне, ну, такого коричневого цвета, да, сделать более ярким, значительно более ярким. Вырдвиг глаз, как сказал глава администрации. Поджечь сверхновую просто, я бы сказал. Илья Шульгин, да, все цвета радуги. Нет, на самом деле на картинках это, может быть, выглядит достаточно позитивно, это правда. Вот, как это будет вписываться в городскую среду, я не знаю. Конечно, тот перекресток, это не историческая часть города, может быть, там и не хватает такого яркого пятна. Но вот Илье Шульгину, например, даже джеммол оранжевый не понравился. Он сказал, оранжевое пятно. Вот, когда я впервые увидел в интернете эту ситуацию, я вот первая мысль в голове, какая же земля, все же круглая. И Алексей Вершинин, который активно топил в свое время за терраспорт, а также за отчуждение еще одного земельного участка под строительство некого, напомню, ныне позабытого проекта. Это стадион имени Владимира Ильича Ленина, который у нас, не помните? Нет, нет, Роман. Один из этих автомобильных компаний в другой части парка пыталась отчудить себе тоже земельный участок и построить там вот некий объект, но мы понимаем, что стадионы там нет. Вершинин топил за эту историю. Я помню, мы сидели, и он там просто спорил. Алексей Вершинин, Алексей Вершин, собственник здания торгового центра Баска. Были я и Андрей Усенко, которые были жестко против, с другой стороны был уважаемый Алексей. Вот сегодня просто справедливость торжествует. В тот момент, когда шли споры по поводу терраспорта и вообще территорию парка Дворца Мемориал, по-моему, Алексей Вершинин являлся главой Ленинского района. На котором и находится, собственно говоря, вся эта ситуация. А впоследствии он был замгубернатор. Вот, в целом, если к Баске возвращаться, вот мне субъективно решение цветовое не понравилось. Почему? Ну, потому что это жесть, на мой взгляд. Это слишком ярко? Это слишком ярко. Но вопрос-то в чем? Так. В том, что, мне кажется, вот нам надо отказаться от вкусовщины, в любом смысле, от вкусовщины архитектора. Ну, вот я хочу, потому что вот этот спектр палитра красок читал там, что уважаемый господин Павлов про это говорил. И, с другой стороны, надо отказаться от вкусовщины чиновников, которые говорят, что вот нам не нравится так или вот так не нравится. Вот что для этого надо сделать? Для этого должен быть разработан четкое зонирование города, цветовые схемы, которые должны использовать свои части города. Кстати, припоминаю, в этой студии мы тоже про это все время вспоминали, как-то говорили. То есть фактически, ну, назовем это бренд-бук города, разрешенные цвета используемые, рекомендуемые цвета, запрещенные для использования цвета. Для того, чтобы мы не по каждому объекту решали, баска ли, техникум ли, а для того, чтобы у нас было четкое понимание, что вот в этой части города, в исторической, мы не можем использовать такие яркие, бешеные цвета. Да, изначально даже на этапе проектирования. А вот здесь вот можем, но чтобы дома увязывались друг с другом. Там же радуга, ей-богу, идет в той части улицы Воровского. С одной стороны, здание проектного института в цветах российского флага, с другой стороны, в цветах другого флага, значит, здание баска. Я что-то не припомню такого флага, ну ладно. Да есть такой флаг радужный. Вот. Ну, вот суть в чем? Вот это изначально должно быть проговорено, прописано и утверждено градсоветом, главным архитектором, прочее, прочее, для того, чтобы субъективизма не было. В общем, нужен документ. Вопрос в том, сколько времени займет его принятие и разработка. Так вот его надо разрабатывать сегодня начинать уже. Я прошу прощения, Роман, у нас время заканчивается нашей передачей. Роман Тятов, вице-спикер законодательного собраница, председатель Кировского регионального штаба ОНФ, был в нашей студии, как всегда, много обсудить не успели, но еще встретимся. Спасибо. До свидания. До свидания.